Всем добрый день. Давайте проверим, как нас слышно, как нас видно. Ставьте огонечки, лайки. Так, ну, вроде огонечки ставите, значит, нас слышно. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре, посвященном итогам финансового года отдела транспортной логистики компании «Акселот». Спикер вебинара мой коллега Александр Бахитов, руководитель отдела транспортной логистики, и я, Юлия Петрова, менеджер по работе с клиентами. Всем добрый день. По таймингу давайте немножечко расскажу. Небольшая вводная часть будет с моей стороны. Далее я передам слово Александру, и по окончанию вебинара мы ответим на ваши вопросы. Для тех, кто с нами впервые, я немножечко расскажу о нашей компании. «Акселот» является ведущим разработчиком программного обеспечения, предназначенного для автоматизации управления цепочкой поставок. Наша компания уже 26 лет на рынке, и более 15 лет подряд мы являемся его лидерами. Благодаря большому штату сотрудников мы выполняем более 130 проектов в год, которые востребованы не только в России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. На сегодняшний день у нас есть уже 5 классов программных продуктов, они импортонезависимы, и все наши системы работают на собственной платформе «Акселот» СМ, которая позволяет им бесшовно взаимодействовать и дополнять друг друга. Это такие системы, как ВМС и ВОЗ, система по управлению скотской логистикой, система ТОС по управлению портовыми и контейнерными терминалами, ИМС-система по управлению двором, система ДОМ, это верхнеуровневая система распределенного управления заказами, И, конечно же, ТМС-система по управлению транспортной логистикой, о которой сегодня и будет идти речь. ТМС – это комплекс решений как для оперативного планирования и исполнения перевозок, так и для управления собственным и наемным автопарком. Современное ТМС – это управление перевозками, управление активами в одной системе, что позволяет вести весь финанс в учет транспортной деятельности компании. Это также автоматическое планирование рейсов в режиме реального времени благодаря Axelot SCAP. Также это картографический сервис Axelot Maps, позволяющий оптимально построить маршруты и распределить заказы. Спутниковый мониторинг движения транспортных средств. Также Android-клиент, который позволяет более удобно работать водителем и многое-многое другое. На самом деле мы уже проводили большое количество вебинаров, посвященных нашей ТМС-системе, где рассказывали о ее эффективности, о ее функциональности. Собственно, с ними вы можете ознакомиться также на нашем YouTube-канале. Сегодня же мы хотим уделить внимание больше процессам внутренним. Рассказать о том, какие методологии мы используем в выполнении проектов, самих проектов, о том, как мы готовим наших специалистов. Безусловно, любой масштабный проект вызывает страхи у многих в связи с тем, что он подразумевает определенное вмешательство в бизнес-процессы. И эти страхи как раз вызваны тем, что многие не знают о внутренней кухне компании. Собственно, мы хотели бы сегодня их, если уж не исключить вовсе, то хотя бы минимизировать. Я передаю слово своему коллеге Александру, который расскажет вам об итогах 2023 года с разных сторон. Это и ключевые результаты, значимые проекты, достижения и плану по развитию наших продуктов, и также о нашем персонале. Обо всем о том, что обычно остается за кадром. Спасибо. Всех еще раз приветствую на нашем вебинаре. Тема у нас нестандартная, отличается от всех предыдущих тем, но очень надеемся, что так же будет интересно. Мы сегодня поговорим с вами о цифрах, которые удалось достичь за прошедший год. И особое внимание я уделю нескольким проектам. Эти проекты, они не из серии каких-то любимых со звездочкой. Это те проекты, которые мы можем посмотреть с разных сторон и понять возможности и первой причины появления этих проектов. Итак, я начну с общих показателей. Так как и прошлый год, как и предыдущий год, да, и прошлый оказался непростым. Много компаний еще выходят из условий пандемии и событий, связанных с весной 2022 года. Но, тем не менее, ситуация изменилась и все больше предприятия, на самом деле, уже начали свое развитие. Цифровизация – это все-таки один из хороших, важных шагов в развитии каждого бизнеса. Ну и даже на этом фоне нам удалось выполнить порядка 36 проектов для различных компаний по направлению перевозок. Ну и далее компаниям инструмент в виде Axelot MS, который позволяет не только отслеживать затраты, но и управлять полностью всем циклом перевозки. Мы изучаем отраслевую статистику и, к счастью, наша компания растет быстрее рынка. Проекты за этот период были разные. Были и крупной продолжительностью около года, так и проекты для среднего и малого бизнеса. Если мы говорим о показателях, то, соответственно, в среднем проект для SMB, он составляет порядка 3-4 месяцев. Для корпоративных клиентов полгода, 7 месяцев, где-то так. Важной особенностью в части реализации наших проектов, что как раз представлено на моей диаграмме, проектная команда. И даже, как показывает практика последних лет, количество часов разработки из года уменьшается, что говорит о том, что продукт мало того, что стабильный, так и требует все меньше и меньше вмешательств разработчиков. Но, безусловно, мы работаем над развитием наших продуктов, и об этом чуть позже я расскажу. Еще немного о нашей методологии внедрения. Мы пропагандируем, безусловно, отдельно выполнять проекты для пилотных площадок. То есть это те площадки, которые требуют наибольший функционал, охватывают наибольшее количество процессов. И мы как раз-таки делаем на нем фокус. Все остальные проекты, которые под грифом «тиражирование», они выполняются за счет этого в более краткие сроки. Если говорить все-таки о стабильности, которую ожидают наши клиенты, то наша компания использует ряд методологий, которые уже выработаны годами, и мы на самом деле гордимся этими методологиями, которые используем. Что позволяет заказчикам получать все гарантированные результаты от внедрения. И один из показателей, на самом деле, это проекты тиражирования, которые в среднем выполняются около месяца. Ну и бывают случаи, когда тиражирование выполняется за гораздо более короткие сроки. Буквально один из ярких проектов за последние даже два месяца мы тиражирование провели за одну неделю. Совместно, конечно, с заказчиком. И площадка успешно запустилась и продолжила работу уже по целевой схеме. Если говорить о проектах, о которых хочу рассказать, то здесь их много. Все, понятно, я рассмотреть на данном вебинаре не смогу, но я выделил три проекта с различными особенностями. По одному из проектов мы рассмотрим первопричину. Первопричина, да, она достаточно новая, если мы говорим про проекты последних пяти лет. Также мы поговорим о результатах проекта и о функциональности, которая была применена. Более чем за 10 лет автоматизации я сталкивался с различными проектами и причинами запуска. Это сама потребность, да, может быть и автоматизации, сокращение эффективности. В этом проекте хочется поговорить о результатах. Внедрение функционала, оно выполнялось для двух направлений, как управления перевозками, так и управления собственным парком. Внедренный функционал, он позволил снизить нагрузку на сотрудников таким образом, что при увеличении объемов дополнительные сотрудники не требовались. Помимо этого, было запущено также множество площадок в рамках уже этапов тиражирования. И здесь, если говорить уже о цифрах, то результаты планирования, они сокращены, ну, скорость планирования, она увеличена в 4 раза. Теперь планирование у сотрудников занимает менее 1 часа, с учетом его начала и подбора перевозчиков. Планирование разделяется на несколько направлений. Планирование для наемного парка. Здесь также был реализован функционал, позволяющий учитывать расписание маршрутов для перевозчиков. И в зависимости от дня недели, в зависимости от направления перевозки, мы также подключили функцию управления мультимодальных перевозок. То есть создали такой синергетический эффект, который позволяет системе автоматически на основании этого расписания определяет перевозчика и также определяет терминал транспортной компании, куда необходимо доставить груз и разбивать эту заявку уже на отдельно два плеча. Если говорить про собственный парк, то планирование собственного парка выполняется в несколько волн. Это там Скоропорт, Смарт и обычная доставка. Здесь также о возможностях новых возможностей системы, которые применялись, также расскажу чуть позже в части сценарного планирования. Еще из особенностей данного проекта, это была достаточно смелая передача полномочий перевозчику, что показало очень хорошие и на самом деле даже большие результаты. Перевозчики на стороне личного кабинета, это наш внутренний портал внутри самой конфигурации ТМС, не только работают в рамках тендеров, подтверждения заявок на транспортное средство, но и также выполняют функцию планирования, то есть часть направлений с заказами передаются на управление перевозчику, и перевозчик самостоятельно формирует маршруты. В последующем эта информация попадает в ОМС-систему, и уже данные поступают в ЕГИС. Помимо этого, перевозчики сами формируют экипажи транспортных средств внутри ТМС, контролируют сроки действия документов и по необходимости актуализируют эту информацию. Ну и, конечно, вопрос с взаиморасчетами, его также возможно использовать внутри ТМС, наша конфигурация это позволяет, и управлять как раз-таки взаиморасчетами с подрядчиками. Ну и здесь важно отметить, это полный контроль над собственным парком, начиная от ввода в эксплуатацию, далее учет ремонтных работ, безусловно, это контроль движения топлива. Здесь нам также помогает функция автоматической загрузки данных через телеметрические сервисы. Используется компонент Axelotr TVP, который в режиме реального времени собирает данные с серверов телеметрических сервисов и обрабатывает и информирует пользователей, и автоматически наполняет документы данными. Еще один кейс подготовил данное название слайда All-in-One, то есть здесь все направления перевозки, они внутри одной конфигурации, то есть достаточно широкие требования были по функциональности к системе в части управления перевозками. Здесь подключены не только управление заявками на перевозку груза, но и также контролируются пассажирские перевозки и работа спецтехники. Все затраты по всем направлениям, они аккумулируются внутри ТМС, что позволяет быстро видеть финансовые результаты и по необходимости принимать решения. Здесь также применен комплекс функционала, это мультимодальные перевозки, также функционал по работе с документами через ЭДО, ну и также одна из отличительных особенностей перевозки медикаментов – это контроль температурных режимов. Температурные режимы мы контролируем как на этапе планирования рейсов, так и на этапе исполнения. Внутри ТМС предусмотрены различные контролирующие отчеты, которые позволяют не только видеть результаты, но и подтверждать, скажем так, эти результаты. Первый – это контроль как раз-таки температурных режимов по всей цепочке поставки. Внутри отчета будет видно на каждый промежуток времени температурный режим, который мы получаем с темиметрического сервиса. Помимо этого, если мы говорим о контроле принятых решений, то в системе также реализован конкурентный лист, который автоматически формирует показатели, на основании которых был выбран тот или иной перевозчик. Приводя эти примеры, вообще, эти примеры, они хорошо показывают, как можно решать задачи стратегические при выборе системы, ну и также операционные, то есть управлять заказами и перевозками за дня в день. В начале моя коллега сказала, что, да, Axelot MS – это продукт комплексный, наполненный различным функционалом, поэтому следом, да, хочется вообще рассказать о тех возможностях, которые были реализованы у нас за последний период, и планы по развитию. Достаточно много сил мы приложили в пользовательский интерфейс, да, это не только упрощение работы пользователя, работа с меньшими объектами в части операционной деятельности, но и также предусмотрели различные конфигурируемые рабочие места. Здесь мы применяем технологию Low-Code, которая позволяет администратору системы, опять же, да, в пользовательском режиме конфигурировать рабочие места для каждой операционной деятельности. Будь это планирование рейса, будет исполнение, будь это рабочие места для перевозчиков и других сотрудников компании, вплоть до контроля документов и прочее. Такой подход, он позволяет сделать рабочие места максимально удобными для каждого пользователя, чтобы работа в системе была не только эффективной, да, но и приятной. Помимо этого, мы дополнили функционал. Функционал у нас был обогащен сценарным планированием распоряжений. Сделаю, да, немного отсылку вообще, в принципе, на функционал планирования рейсов. Если ранее система позволяла до 100% автоматизировать процесс управления перевозками, там, в части работы с статичными маршрутами, применяя постоянные расписания, то текущий функционал системы позволяет и достичь полной автоматизации благодаря сценарному планированию. Как это работает? То есть заводится на каждую волну планирования свои настройки, свои отборы и предусматривается регламентный запуск этих задач. Тем самым в установленные часы их система без привлечения пользователя начинает выполнять планирование заказов. Если заказы, да, не по какой-либо причине, кстати, все причины мы лагируем и выводим пользователю, чтобы было понятно и, возможно, принять какие-то решения для улучшения. Система также автоматически запускает эти заказы. Если заказы остаются от одной волны, то они автоматически будут перемещены на следующую волну для последующего планирования. Здесь одно из, да, еще также возможностей автоматического планирования – это расширение возможностей статичной маршрутизации и динамической. В этом случае маршруты, да, по которым, например, есть установленный костяк заказов или точек, которые необходимо посетить, бывают заказы, которые также было бы эффективно добавить такие маршруты. Соответственно, здесь Axelotscap позволяет допланировать такие рейсы. Но, безусловно, планирование может выполняться и без участия статичных маршрутов. Всем известны, да, ситуации, когда заказы поступают после часа X, менеджеры звонят логистам, просят о помощи, да, включение заказа на доставку следующим днем. И в этом случае, как ранее это бывало, логистам переходилось перебирать рейсы, смотреть куда лучше, и какие-то показатели могли снижаться по эффективности. То в этой части теперь система готова принимать решения самостоятельно и представлять результаты маршрутизации с учетом функций допланирования. Помимо этого, здесь стоит сделать акцент, да, по части функционала. Это расширение возможности управления собственным парком. Мы переработали большую часть механизмов и позволили пользователям, механикам меньше выполнять действия. Все мы понимаем, что все-таки место механика не у экрана компьютера, а непосредственно рядом с машиной. Поэтому действия механика, да, они также у нас по большей части автоматизированы. Если говорить о дальнейших планах, да, и говоря даже о текущих, то мы с своей стороны развиваем функционал, дальше развиваем функционал по железнодорожным перевозкам. Будет также расширена возможность интеграции с Этраном, Рейл Тарифом. И в этой части мы, конечно, очень ждем клиентов, с которыми мы можем выполнить, да, осуществить намеченные цели в рамках партнерства, не побоюсь этого слова. И также, да, и в планах развития это расширять возможности контейнерных перевозок. Как показал опыт последних двух лет, те функциональности уже, которые реализованы, они хорошо покрывают требования, да, ожидания наших клиентов. Но мы в этой части растем и в скором времени, да, представим вам новые возможности в части контейнерных перевозок. Если говорить вообще в принципе о Axelot MS, то сам продукт работает также с несколькими компонентами. Их четыре дополнительных компонента. Одна из них – это картографический сервис. Сервис позволяет учитывать пробки на территории Российской Федерации. Что важно, да, подчеркнуть, это новый функционал, который мы реализовали. Там в какой-то датом периоде, не так давно мы столкнулись с уходом нескольких поставщиков картографического сервиса с российского рынка. И нашей компанией было принято решение о развитии собственного картографического сервиса, который будет покрывать не только ожидания по функционалу, но и также позволит получить экономические выгоды и меньшие затраты. Помимо этого, здесь мы предусматриваем оперативную подгрузку новых стран. То есть на каждом этапе общения с клиентом мы уже определяем, какие необходимые карты обновлять, и делаем это максимально оперативно. Еще одна из особенностей – это улучшенный сервис геокодирования. Теперь геокодирование наравне с, в принципе, со всеми российскими конкурентами, что позволяет наиболее быстро обрабатывать информацию и снижать не только время логистов на обработку данных, но и также минимизировать ошибки при подаче транспорта на разгрузку, которые иногда возникают у водителей, если они получают не совсем корректные адреса либо некачественное представление этих адресов, с чем тоже иногда поначалу сталкиваемся в проекте. Ну и, безусловно, в проектах мы эту историю модернизируем, совершенствуем, что к этапу запуска позволяет уже с адресами просто не иметь головной боли. Ну и, безусловно, одна из также особенностей – это высокая скорость передачи данных, что позволяет не ожидать и не тратить даже какие-то секунды, которые в месяцах и годах уже дают некоторое время и затраты. Здесь система отрабатывает максимально быстро и обменивается информацией с нашим картографическим сервисом. Еще одна из компонентов – это AxiLotsCup. Задача данного продукта – это решать логистические задачи по оптимизации. Здесь, если говорить, в принципе, о трендах, то большой очень рост клиентов по данному направлению. В этой части мы даже расширили, скажем так, наши возможности, возможности AxiLotsCup. Если до этого AxiLotsCup работал только с конфигурацией ТМС, то на текущий момент мы подготовили все документы, возможности, чтобы AxiLotsCup мог также работать в связке с другими системами, например, с темами класса ERP. Но AxiLotsCup, как это первоначально там было реализовано непосредственно для решения транспортных задач, то есть это задача маршрутизации транспорта ERP. Мы расширили возможности как в направлении транспортных перевозок, это планирование доставок с учетом укладки грузов в кузове, ну а также предусмотрели возможность укладки грузов на балеты. Там данный алгоритм, он применяется у нас в связке с ВМС-системой. Не так давно, буквально неделю назад проводили по этой части вебинар, поэтому если кто еще не успел ознакомиться, то на нашем YouTube-канале данный вебинар выложу. Если говорить, да, там вернуться вообще, в принципе, к задачам маршрутизации транспорта, тот плагин, да, который мы реализовали, развивали, то на текущий момент в сутки уже обрабатываем более 45 тысяч точек в сутки, да, еще раз повторюсь, что является очень хорошим результатом. Здесь, да, там по части функционала, помимо этого мы развиваем возможности и также нашего мобильного приложения, который предназначен для работы водителей, и также систему RTVP, которая работает с телеметрическими данными, интегрируется с площадками транспортных компаний для отслеживания, перемещения груза и формирования стоимости. И также мы развиваем наш продукт в части интеграции с топливными компаниями, чтобы также в режиме онлайн по топливным картам получать информацию по количеству и стоимости приобретенных услуг и товаров. Здесь, да, там хочется сказать, что проекты, в принципе, они очень интересные. Достаточно много нового из проектов, проект получает и наша компания в части развития функционала, но за всем этим стоят люди. Здесь хочется подчеркнуть, что, в принципе, мы ориентируемся на результаты и применяем для этого лучшее, что вообще придумано в проектном управлении. Ну и мы гордимся тем, что мы можем предоставлять качество реализованных проектов мирового уровня, ну и также обеспечиваем неизменный контроль качества. Именно это позволяет нам сделать более 100 проектов параллельно, при этом управлять всеми рисками и придерживаться нашей внутренней методологии стандартов. Если говорить о сотрудниках, то здесь, да, хочется подчеркнуть уровень наших сотрудников. Достаточно много времени мы уделяем адаптации и также проектной деятельности. Проектная деятельность у нас тоже строится в несколько этапов. Это ассистирование на проектах, и только после уже достижения уровня компетенции наши сотрудники выполняют, да, системные аналитики, как по транспортной, так и по складской логистике, выполняют проекты самостоятельно. Безусловно, мы также вкладываемся в наших сотрудников, проводим внутреннее обучение и привлекаем также другие компании для повышения качества наших работ. Если говорить о цифрах, да, и о сотрудниках, то важно будет подметить, что более 60% сотрудников работают уже более чем 5 лет внутри нашей компании. Наше направление управления транспортной логистикой, оно достаточно молодое, и опять же, да, те 60% сотрудников – это те, кто стояли у стоков и позволяют развивать данное направление, давать рынку все лучшие и лучшие результаты. Мы растем, растем, как я говорил, там быстрее даже рынка, и количество наших сотрудников, оно также растет, что нам позволяет за счет компетенции сотрудников выполнять задачи быстро и в срок. Если говорить, да, даже о возможностях различных встреч, подготовки, демонстрационных примеров, да, когда вы хотите только ознакомиться еще только с продуктом, узнать возможности, то, в принципе, вы можете за один день уже получить целую команду, которая готова с вами будет поработать. Помимо этого, да, хочется сказать, что расширяем мы не только количество сотрудников, но и также географию. Если в предыдущие годы, да, основная концентрация наших сотрудников, она была в Москве и Кирове, то на текущий момент по направлению транспортной логистики мы расширили на Екатеринбург и Тольятти. Вот в логистике предусмотрена еще более широкая география сотрудников. Помимо этого, да, мы не только делаем проекты, но и занимаемся обучающей, да, не обучающей, а развитием, скажем так, студентов. Мы работаем в рамках нашей программы «Аксилотлаб» уже там с более 20 вузов. Каждый раз, да, это количество увеличивается. Здесь, в принципе, мы всегда очень оперативно. Об этом подсвечиваем в нашем Телеграм-канале. И за последние полгода прошло у нас на текущий момент уже более 50 студентов по программе именно работы с системой класса ТМС. Здесь, да, также, что хочется подчеркнуть, что, в принципе, цифры говорят о том, что мы растем, проекты мы делаем раз в раз все более функциональными, функциональными возможностями системы, они также растут из года в год. На этой части я бы хотел закончить, передать. Да, хорошо. Со своей стороны, хотела бы подытожить, наверное, завершить. То, что сказал Александр, это, безусловно, круто. И круто, наверное, не потому, что только мы так считаем, может быть, вы уже тоже, но и в связи с тем, что это подтверждается данными независимого эксперта Тедвайзер. Соответственно, согласно по его оценке за 2023 год, мы уже занимаем 42% российского рынка ТМС-систем и 50% рынка по ВМС-системам. Это все основано и на данных по количеству реализованных проектов, в чем мы являемся, безусловно, лидерами. Также основано на данных по выручке за 2023 год, где мы являемся крупнейшим поставщиком. Если бы мы сегодня, наверное, не провели вас в закулисе нашей компании, то это для вас были бы просто цифры. Мы же хотели все-таки рассказать вам о том, откуда она вообще возникает, на чем основана эта оценка и благодаря кому. Надеюсь, что у нас это получилось и вам было интересно. Спасибо. Если у вас есть вопросы, то можете задавать в чат, мы с удовольствием вам ответим на них.